Обязательно подписывайся на мой канал. Если ты из Москвы, тебе уже есть 18, переходи по ссылке внизу, получай свой бесплатный пригласитель, наш ночной клуб Изи Москва. Я тебя встречу, и ты классно проведешь время. Поехали! На этом месте должен был быть привычный рассказ о том, насколько значима The Stanley Parable, вышедшая еще в 2013 году, как она ломала четвертую стену и исследовала природа выбора в играх. Но мне хочется начать с куда более актуальной темы, поговорить о ведрах. Ведро. Как много в этом звуке? Вы вообще задумались когда-нибудь о том, что ведро это ведь не просто полезная в хозяйстве вещь, что у него могут быть свои смыслы и желания? С вами Сади, это мой канал и обзор на новую игру. Обязательно подпишись на мой канал. А я вот благодаря The Stanley Parable Ultra Deluxe задумался, и теперь просто не могу смотреть на свое ведро. Куда я все эти годы так без церемонии пихал грязную тряпку, просто как на хозяйственный инструмент? Нет, теперь оно стоит рядом со мной на стуле. И очень надеюсь, что тепло и путеводный свет ведра будут пронизывать перенос смятения и хаоса в моей жизни. Конечно, может показаться удивительным то, что абсолютно иррациональный мем с ведром, не имеющий никакого отношения к размышлениям про судьбы индустрии, стал едва ли не главной шуткой в игре, которая на самом деле про постмодернизм, слом четвертой стены, ироничный взгляд изнутри на разработку видеоигр, на взаимодействие с комьюнити и так далее. И я признаться, проходя The Stanley Parable, Ultra Deluxe впервые минут 20 тоже был настроен скорее скептически. Трудно войти дважды в одну реку. И то, что выглядело смелым, актуальным и прорывным 9 лет назад, сейчас таким уже не кажется. За эти годы многие ломали четвертую стену и делали это очень талантливо, как, например, и авторы игры Inscruption. Конечно, в The Stanley Parable есть уникальный рассказчик, по которому оказывается, и это так и сейчас стало понятно, я соскучился за 9 лет, так же, как и вы, наверное. И четвертая стена ломается здесь не просто так, а для того, чтобы разработчики в аноничной манере поговорили с нами на актуальной для индустрии темы, порассуждали о природе выбора в играх и не просто порассуждали, а сделали это гениально, позволив нам в образе простого офисного работника Стэнли идти наперекор рассказчику, принимать отличные из запланированных решений, наслаждаться тем, как рассказчик бесится и открывать все новые и новые концовки. Но, повторю, это было 9 лет назад. А что мы поначалу видим в этом вроде бы расширенном издании? Да, мы можем найти отдельный музей трофея, где выставлены все премии, которые получила игра, а под стеклом в рамочке размещены некоторые хвалебные рецензии. Есть еще выставочные залы с дополнительными материалами, где показаны наброски некоторых локаций, включая комнату Стэнли, рассказывая о ходе разработки, о том, как авторы нашли дизайнера и так далее. Интересно, познавательно, забавно, но не более того. Плюс авторы довольно непредсказуемо иронизируют по поводу новых материалов в подобных переизданиях, да и материалов оказалось космически мало. Однако, когда оказалось бы, окончательно убеждаясь в том, что Стэнли Пэрэбл Ультра Делюкс представляет собой местами забавное, но в целом вымученное хождение по кругу. И что шутка, повторенная дважды, уже не так смешна. Разработчики порой легких движений переворачивают все с ног на голову. Оттолкнувшись от отрицательных обзоров в Steam, они размышляют о необходимости добавлять все то же, просят игроки, вводят великую стену с кнопкой, позволяющую проматывать делологи. Здесь это настолько сильное, что я теперь, наверное, не смогу, как раньше, просто пропускать реплики. Инстинктивно будете бояться того, что это может закончиться. А потом рассказчик показывает идеи для сиквела, среди которых, например, есть аппарат по халявной выдаче достижений, коллекционные статуэтки, за сбор которых мы ничего не получаем, кнопка, называющая настоящими игрока и многое другое. И, конечно, пресловутое успокоительное ведро, которое так манит умолять взять его, ведь тут же вас охватит волна тепла и комфорта. И в итоге, с расширенного издания, игра превращается практически в полноценный сиквел. Если вы запустите уже не Stanley Parable Ultra Deluxe, а Stanley Parable 2, то игра преобразится. Шарики, украшающие офис, успокоительное ведро, новые локации, новые концовки, даже новые персонажи. И восторженный ужас от осознания того, насколько это снова глубокая игра, от того, что ты просто не знаешь, какие еще сюрпризы и концовки заготовили авторы при следующем прохождении. И при этом, за иронии скрывается достаточно глубокий, интересный, а главное, актуальное рассуждение о процессе разработки игр и о взаимодействиях с их сообществом. По итогу, все это не значит, что с Stanley Parable Ultra Deluxe самодостаточно. Нет, лучше все-таки сначала пройти оригинал, а потом запустить продолжение, чтобы понять, насколько глубже и интереснее стала игра. Авторы снова доказали, что они гении, и мне просто нечего больше добавить. Лучше просто возьмите успокоительное ведро в руки. Хотите, знаете ли, тепла и комфорта посреди хаоса и жизни? Так поиграйте в эту игру. С вами был Сади, обязательно подпишись на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!